Денис Денисович Не забыли, зачем мы сюда приехали? Ты сам-то помнишь? Конечно, я даже про эту песню написал Птицы пролетят мимо Холодно у вас сильно Хочу забрать того я золотого Ты сейчас про Кевин? Нет, про Маслякова Маслякова Украду я вас, украду ночью Я надеюсь, спите вы крепко очень Откроете глаза у меня дома Увидите вы спящих лиц знакомых Знакомых Третьяк, пельмь, слепаков, светлаков Гусман И кто же я украл, чтоб вам не было грустно Белогея спит И спит Газманов Очень много у меня диванов Семь диванов Ну и как ты думаешь, что тебе на это Александр Васильевич скажет? Спасибо, что украл Нас украл Багдашка Впервые мы в Твери такой компашкой Как отблагодарить тебя, мужчина Да у меня, в принципе, Александр Васильевич Все есть? Кроме Кевина Нет Кевина Украду тебя Александр Васильевич, здравствуйте С праздником Мы тут подумали, что сборная Москвы как-то неконкретно звучит Поэтому вот список фамилий Вы не могли бы объявить, чтобы... Да, да, что-то пристал к Александру Васильевичу У него праздник сегодня, между прочим Иди сюда Нам же сказали, что в жюри сидит ведущий «Что, где, когда» Борис Крюк Давай мы эту бумажку ему дадим Он нас объявит, как в «Что, где, когда» Круто будет! Классная идея Беги Гар, у нас проблема Какая? А как он выглядит? Кто? Кто? Крюк Ну, загнутый, такой металлический Да не этот Крюк Ведущий «Что, где, когда?» Как выглядит Все только голос его слышат Никто никогда не видел Бадар, это позор! Передача «Что, где, когда?» 40 лет, ты не знаешь, как ведущий выглядит Ну, где же Борис? Мы не можем найти Бориса Да, давненько эта фраза в Кремле не звучала Ладно, давай методом исключения Кого мы знаем? Так, Максим Лексутов Ну, его все знают дальше Константин Эрнст Так Елена Малышева О, Елена Малышева, давай, расскажи, что там у тебя чешется? Послушай, ну, как бы, не здесь же, не в Кремле Там еще Розенбаум, там, как бы, два врача, два мнения Очень смешно Ладно, кто у нас остался? Осталось двое Ведущий «Что, где, когда?» И брат Гусмана Но кто из них кто? Слушай, а брат Гусмана не может быть ведущим «Что, где, когда?» Чем вообще занимается брат Гусмана? Я не знаю, чем сам Гусман занимается Ты меня про брат спрашиваешь Слушай, у меня идея есть Дай-ка я Гусману позвоню Думаешь, он знает, как выглядит ведущий «Что, где, когда?» Он знает, как выглядит брат Гусмана Алло Юлия Соломон, здрасте Да, это Гарри Харламов, здрасте Да, с юбилеем вас Да, 55 лет Юлия Соломон, скажите, а как вы Да, 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 мощное движение очень, да Да, да Никто не учил, да, все верно А как вы Нет, ну это бесполезно, там просто понесло старика Мы так ничего не узнаем Дорогие друзья, ну это, конечно же, была шутка Мы прекрасно знаем, как выглядит ведущий «Что, где, когда?» Борис Крюк И нам вдвойне приятно, что вы у нас сегодня в жюри Здравствуйте, Борис Александрович Здравствуйте Вот он, давай, передавай бумагу Я там Друзья, в нашем видеоклипе мы покажем вам один день из жизни Одного, так сказать, небезызвестного вам человека в очках Глазами этого же человека До встречи Глазами этого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто здесь Гусман? Вот он. И его отпустите. В общем, пусть бабы выиграют. Сами ведь не попросят. Ты знаешь. Так, кстати, Александр Васильевич, мы как всегда не с пустыми руками, да, подарок вам приготовили. Тимофей, давай. Так, значит, да. Вот завтра после обеда ничего не планируйте, потому что вы идете на афрокосички. Ты идиот. Ну ты же сам говорил, Александр Васильевич каждый год сюда приезжает. Ему нужен оригинальный отдых. Так, а ну дай сюда, сейчас посмотрим, что ты там оригинального нашел. Так, значит, афрокосички, понятно. Прыжок с тарзанки. Ну да. Афрокосички. Зачем два раза? Ну после тарзанки они же расплетутся. Так, значит, джейпинг, хилинг, рафтинг. Ты что, потом отдых в рифму начал выбирать? Дебилинг. И меня еще заразил. Александр Васильевич, извините, пожалуйста, ну не получилось вам подарок подготовить. Ну простите, да. Ну серьезно, ну не пойдете ж вы на афрокосички. Не пойдете? Ну с другой стороны, Александр Васильевич, очень тяжело выбирать человеку подарок, у которого все есть. Кроме афрокосичек. Замолчи ты, я тебе скажу. Наша служба. Такой красивый с бородой, в твои попало сети. Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально? Что, ты из Сочи приезжаешь? Да конечно жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Подъехали Хью Грант и Дрю Берримор. В итоге я, Хью, Дрю, Брюс и Шерон покатались с Михалковым на ласточке. Все катались на ласточке, я каталась на Никите. Потом на нижней палубе застрелили какую-то женщину, и мы сошли на берег. На банкете было очень весело. Пообщалась с Ренатой Литвиновой. Сошлись на том, что Камерон Диас вся такая подратая, но веселая. Кстати, Александр Васильевич, мне кажется, что в жюри должны сидеть я, Хью, Дрю, Хрю, Хрю, Брюс и Шерон. А ни в коем случае не КВНщики. Люди не могут завидовать и оценивать одновременно. Остается только добавить, что неважно, какое место мы займем в сегодняшней игре. Главное... Встаньте, принесите шерму. Главное занять достойное место в памяти людей, где-нибудь между теоремой Пифагора и первым сексуальным опытом. Меня устраивает. Прощальное танго! Белый танец Дамы приглашают кавалеров Поддержим Наталью Андреевну Аплодисменты Аплодисменты Тема сезона «Перезагрузка» И в жюри много новеньких Подожди, ну новеньких всего двое А ты приглядись На самом деле в жюри сидят не вот эти люди На самом деле в жюри сегодня сидят Стас Михайлов Мария Аронова Леонардо Ди Каприо Федор Емельяненко Олимпийский чемпион под дзюдо Мансур Исаев Кстати, Михаил, мы посмотрели На серебряного и бронзового Вы тоже похожи Продолжаем Моби И ведьма Урсула из «Русалочки» И еще, Эдгард, вы же часто брата видите Вы передайте Аскольду Лайва Вайкуле Команда Кэван Кембридж похожа на всех И не похожа ни на кого Товарищи дебилы Вы можете хоть что-то не испортить, а? Дим, ну чё весь сезон одно и то же Выбрал послабее Ты бы вот так вот с жюри поговорил бы С жюри? Да Да запросто Значит так, уважаемые члены жюри Подготовьте, пожалуйста, блокнотики Сейчас будете делать пометки Потому что, если честно, за весь сезон накопилось Значит, начнем по алфавиту Эрнст Значит, Константин Львович Что могу сказать по телевидению? Да Огромное вам спасибо за последний герой Да На полгода из страны Собчак вывезли Это прямо вот Да Но снимать-то ее зачем? Да еще с такой прической Такое ощущение складывается Что парикмахера прямо на острове подобрали Прям сидел на пальме Эволюционировал Никого не трогал Здрасьте, первый канал, а? Но в целом, в целом хорошо В целом хорошо Значит, дальше по музыке Андрей Я слышал, вы дайвер? Скажите, а правда говорят Если с большой глубины очень быстро всплыть Может голову разорвать? Да Скажите, а можно как-то вот этих двоих, которые Катя, возьми телефон Как-то очень быстро всплыть Потому что что это получается? Они нам свои песни могут голову разорвать А мы им нет, что ли? Вы подумайте Значит, дальше Стриженова Претензий нет Так, теперь, значит Лужков есть в зале? Нет, тогда камера крупная Сейчас меня берем Дим, ты че? А что такое? Я не боюсь Сейчас, слава богу, не 37-й год Сейчас Воронки к подъезду не подъезжают Алло Да, подъехала машиночка? Сейчас договорю и выйду Прямо сейчас Юрий Михайлович Юрий Михайлович Я по геям Юрий Михайлович Ну, в конце концов Когда это все прекратится? Да пусть они уже пройдутся Своим парадом по Москве А в целом Уважаемое жюри Новым годом В прошлом году На побережье Балтийского моря Была замечена стая дельфинов Так вот, представьте Александр Васильевич Масляков И Юлий Соломонович Гусман На берегу Балтийского моря Юлик, да хватит И швыркать своим этим соком Саша, ты меня знаешь уже тысячу лет Никакой это не сок Ну и где твои хваленые дельфины? Саша, если ты мне не веришь Стой здесь Я их сейчас тебе покажу Да, Лоль Спасибо за просмотр! Девушки отдыхают А вообще мы поняли, почему ни разу не победили высшие лиги? Просто один из членов нашей команды очень сильно накосячил перед КВНом А конкретно закрыл его в 72-м году Право жизни, все, что мотки, не секрет Я не свят, я виноват перед тобой А, все еще обижаетесь, да? Александр Васильевич, ну поймите, мне просто было обидно Ваши шутки разлетались на цитаты А мои цитаты... На шутки А вообще, Александр Васильевич, спасибо вам, что сохранили КВН Это ведь уникальная школа, которая выпустила больше президентов, чем президентская академия Ранхикс О, со своим капитанским этюдом граф Третьяков Основатель Третьяковской галереи Ну, с чем пожаловали? Знаете, я решил сделать КВН-у подарок Подарок прекрасно, какой? Подарить Масляковскую галерею А почему Масляковскую? Сейчас поймете Итак, моя первая картина Вот Юлию Гусману помогают зарегистрироваться на госуслугах Скажите, а как художнику так удачно удалось рисовать Юлия Соломоновича? Я вас умоляю, человек уже 30 лет сидит на одном месте А следующая картина посвящена председателю жюри Итак, по мотивам картины Джоконда Джокостя Слушайте Так, может быть, вы нам расскажете секрет загадочной улыбки Константина Львовича? Понимаете, художник его запечатлел в тот момент, когда Малахов пришел проситься обратно на Первый канал Вот как-то так Очень хорошо Давайте перейдем к следующей картине Давайте вот Михаил Галустян, если б не было КВН И вы думаете, это ему понравится? Я считаю, Михаил достоин быть хотя бы в одной хорошей картине Тут согласен, давайте дальше В следующей картине я ничего не менял Вот «Свадьба Собчак» Так, слушайте, по-моему, я понял ваш принцип Это что за картина? Шедевр Валдиспельс свободный от корпоратива время В смысле? Нарисовал Талантище Слушайте, по-моему, это уже перебор Перебор — это моя следующая картина Вот Эрнст и Нагиев Да вы с ума сошли! Согласен, согласен Переборщил Следующая картина все исправит Вот А почему у вас Александр Васильевич изображен как император? А это уже от меня в качестве извинений Александр Васильевич, простите еще раз Спасибо вам огромное за те аплодисменты, которые вы дарите нам на протяжении всего сезона Но в Квене все решают оценки жюри Поэтому сейчас номер специально для жюри Это Джессика Джессика — истинная петербурженка Но вообще она из Харькова У Джессики два высших образования Хотя, кого это сейчас волнует? Ну, я же говорил, номер только для жюри А для всех остальных, внимание на экран Веселая карусель Мой любимый 31 выпуск, где ёж и питон делят апельсин Уважаемая Юлия Акметова, мы понимаем, что вам сейчас там как единственной девушке Поэтому специально для вас на сцене Жак Великолепный Быть может, я тебе не нужен Ночь из пучины мировой Как раковина без жемчужин Я выброшен на берег твой Ну что ж, достаточно Подведем итоги Судя по оценкам, Джессика хорошо, Мандельштам отлично Сейчас перед вами стоит семь дипломированных специалистов Вопускников театральной академии Но дело в том, что в зале присутствует человек С которым мы закончили одно и то же учебное заведение Это Дмитрий Нагиев И вы знаете, дипломы одинаковые, а судьбы совершенно разные Вот наша команда сейчас выступает в финале премьер-лиги КВН А вы, Дмитрий, когда-нибудь выступали в финале премьер-лиги КВН? Я узнал, что вы тоже работаете ведущим Так же, как и я Я получаю 35 тысяч рублей за мероприятие А вы, Дмитрий, получаете такие деньги? Не думаю Вы знаете, Дмитрий У меня на телефоне есть фотография с вами А у вас? Есть? Есть? Вы знаете, Дмитрий, вы счастливый человек У вас еще все впереди Мужчина, я извиняюсь, ваш автомобиль с номерами КВН-001 Вы когда парковались, крыло мне поцарапали Можно было бы отрихтовать, я бы не подходил Но, сами понимаете, ткань Ну что, на месте разберемся или звонить? Звони Алло, страховая, это... Это Бэтмен Нет, 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 как Гусман, только вместо Гус Бэт Гус Бэт, да, Гус Бэт, да Плохой тренер, сейчас модно так говорить Ага Да, второй водитель тоже здесь, да Мужчина лет 40, ну плюс-минус 20 Нет, он трезвый, по нему видно, да Я тоже трезвый, но по мне не видно Демис, перестань из-за твоих выходок, мы можем проиграть Так ведь это же прекрасно, Коля Я всю жизнь мечтал стать чемпионом высшей лиги А ты хочешь сейчас выиграть и лишить меня мечты? Что? Пойми, этих чемпионов никто не помнит Помнят только тех, кого засудили АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Ну, может быть, пора звать Дедушку Мороза? А зачем меня звать? Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл, Джингл Белл! Многие в меня не верят, но я есть! С Новым Годом! А Новый Год, это ж такой праздник, когда без подарков, ну никак! Ну, где подарки? Вы знаете, мне, Дедушку Морозу, многие пишут письма со своими желаниями. Вот одно, не буду говорить чье, пускай это будет нашей маленькой тайной. Ой, дорогой Дедушка Мороз, я хочу, чтоб в новогоднюю ночь мой эфир был самым веселым. Ладно, приеду! О, и вы тут! Знаете что? Не такая я уж и чрезвычайная ситуация. Ну, вы не обижайтесь, я остальные письма читать не буду, Антон. Всем подарки от нашего генерального спонсора. И мы благодарим нашего генерального спонсора Минскую фабрику картонных коробок. А у коробочка простое белорусское счастье. Галя, прекрати! Да ладно, Валя, так, ладно. Прошлое не вернуй, давайте о будущем подумаем. Отдайте нам большого кивина в золотом. Мы его продадим, нам деньги нужны. Галя, Галя, скажи, что на благое дело, а то подумаешь, что мы с тобой наркоманки. Конечно, на благое дело, да. Мы хотим в Армавире открыть музыкальную гимназию. У нас даже детки есть. Дети, идите сюда! Они там. Дети, идите сюда! Валя, это ты должна контролировать. Мы из-за тебя вчера Витю потеряли. Дорогие друзья, знаете, какие у нас в Армавире детки талантливые? Да ты что, да? Вот, у них все есть. И слух есть, и голос есть. Здания нет. Детки в поле занимаются, а там то дождь, то грибы, то квадроциклы. Детки отвлекаются. Да ладно, что я вам рассказываю, они сейчас сами все споют. Итак, поет детский хор. Под руководством директора пока еще музыкального поля Арфы Какафоновой. Вот получим мы Кевина золотого и построим симфонический Эдем. Музыкальный храм из туфа и бетона водрузит на плечи мраморный Шопен. Спроектирован на форме укулеле, чтобы всякий, кто увидел, укулел. На фасаде мы слова запечатлеем, чтобы каждый с благодарностью пропел. Спасибо, деда Саша, за будущее наше, за то, что не оставили в беде в людей. Но жены все просящие, Кевина в голосящи. И среди всех просящих забитье вы детей. Ну а если победит несправедливо, Упорхнет Кевины слабых детских рук. И разломчет нашу юную на ревность Многотонный субъективностей каблук. И тогда я стану шарить по карманам По карманам многодетных матерей. Ну а я коллектором мерзотным стану, За носки кошмарить буду я людей. Коль не дадите птицу реальность воплотиться, За все то, чем мамы с папой пугает людей. Но вы своим решением спасите поколение. И станет детям ближе Шопен, а не ЛЖ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, друзья, кто-то может сказать, что вот ради победы детей привлекли. А кто-то молча делает добрые дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты чё с собой сделал, Тимофей? Просто у меня больше всех времени было себя в порядок привести. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и дура ты, Тимофей! А вообще, к чему мы это, дорогие друзья, Почему мы сегодня переоделись в платье? Потому что за 25 лет музыкального фестиваля Ни разу в жизни не выигрывала женская команда. АПЛОДИСМЕНТЫ И детская команда не выигрывала. И с Армавира команда не выигрывала. Уважаемые жюри, давайте сегодня в честь юбилея прям комбо сделаем. Спасибо! С вами была команда КВН «Русская дорога» сборная АГТУ. Просто нам за веща на... Ну раз уж попали на день рождения, извольте подарки дарить. А какие нужны? Ну, подарок должен быть, понимаете, он должен удивить. Чтоб удивил даже Юлия Гусмана. А танец живота Юлия Гусмана удивит? Конечно, танец живота Юлия Гусмана кого хочешь удивит. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, часто провожу эксперименты. Когда я провожу эксперименты с электричеством, я не могу вспомнить результаты. Так все-таки, ребята, чтобы играть на электрогитаре, нужно ли надевать резиновые перчатки? АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, прошу повторять себе вопрос для Кирова. Нужно ли надевать? Да, если вы врач-гитарист. АПЛОДИСМЕНТЫ Сега Мега Драйв 16 бит. Сега Мега Драйв 16 бит. Ребят, вот играешь, когда 16-битную музыку, нужно ли надевать резиновые перчатки, когда играешь на электрогитаре? По вашей логике, когда играешь на пианино, надо надевать бахилы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, спасибо вам, Александр. И последний вопрос задает Гарри Харламов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте все. Я тут недавно женился. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Буквально на днях. Я все еще в костюме и... АПЛОДИСМЕНТЫ И не был дома. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой. Женился я? Вообще жизнь поменялась. Посуда чистая, рубашки белоснежные. В холодильнике полный холодильник. АПЛОДИСМЕНТЫ Порядок идеальный. И самое главное, это я все своими руками сам, понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие еще плюсы в семейной жизни? АПЛОДИСМЕНТЫ Минское море. А какие еще есть плюсы в семейной жизни? Ну, теперь можно еще и стильную бородку отрастить. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А какие еще плюсы в семейной жизни? Перчатки не надо надевать, когда на гитаре играешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потрясающе. А вот кого я ждал. Вышняя лига. Просто вот чемпион. АПЛОДИСМЕНТЫ Я это вижу, как после этой шутки Гусман просто под столом будет лежать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оглушительный успех будет. А он лежит на самом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ